Всем привет! Меня зовут Яна и сегодня я расскажу вам про замечательную кофеварку от компании Китфорд, модель КТ-718. Кофеварка помповая, рожковая, полуавтоматическая, за раз готовит одну или две небольшие чашки кофе. Оснащена стиммером для взбивания молочной пены, которым также можно еще при помощи горячего пара разогреть напитки. В комплекте идет рожок с фильтром, мерная ложка темпер и резервуар для воды. Принцип действия кофеварки основан на пропускании горячей воды под давлением, в данной модели это 15 бар, через слой молотого кофе. Давление создается при помощи помпы высокого давления. Температура воды контролируется встроенным термостатом, это позволяет быстро и полноценно взять из заварки все полезные вещества и получить отличный кофе. А с помощью стиммера для взбивания молочной пены можно приготовить настоящий капучино или латте. Что мы сейчас и сделаем, будем готовить латте, потому что я его просто обожаю. Для приготовления понадобится немного молока, палочка корицы и молотый кофе. У меня кофе в зернах, я его превращу в молотый с помощью кофемолки от Китфорд, модель КТ-1329. Засыпаю зерна кофе в чашу кофемолки, накрываю крышкой и перемалываю. Молотый кофе готов. С помощью мерной ложки темпера я засыпаю молотый кофе в рожок с фильтром и вот так аккуратненько утрамбовываю. Ну а теперь готовим латте. В резервуар я налила воду, включаю кофеварку на прогрев. Загорается верхняя кнопка синим цветом, нижняя кнопка у меня горит тоже синим цветом, это значит, что кофеварка прогрета. Среднюю кнопку я ставлю в положение пар, потому что первым делом мы будем взбивать молоко. Его нужно налить чуть меньше половины емкости, потому что от взбивания оно увеличится почти вдвое. Сбоку находится регулятор пара, при его поворачивании, в общем, чем больше крутим, тем сильнее мощность пара. Ну что же, начинаем взбивать, опускаем стиммер в молоко и поворачиваю регулятор. И началось взбивание. Взбивание происходит очень быстро и очень качественно. Пена у меня готова, выключаю. И далее готовим кофе. Переводим среднюю кнопку в положение чашки и одеваем рожок с кофе. Подставляем чашечку с молоком и включаем нижнюю кнопку на наливание напитка. Мой замечательный латте готов. Ну и маленький штрих я хочу добавить в молотую корицу, которую я получу при измельчении с помощью кофемолки. И так немного корицы сверху. Очаровательно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok